И снова звучат в Израиле, над Израилем, можно так сказать, наверное, слова родителей о своих погибших детях. Сержант Йонатан Лубер погиб в боях на юге Газы. Вот слова его отца. Вот послушайте, это вообще пронзительно. Из глубокой скорби и бездны боли мы сообщаем о смерти любимого сына Йонатана Лубера. В наших сердцах нет ненависти к Богу, к правительству, к армии, к решению командиров. Мы обнимаем весь народ Израиля и просим от всех средств связи, от каждого человека из нашего народа. Пожалуйста, мы просим один день нашего единения для возвышения его души. Пожалуйста, не пишите и не транслируйте ничего, что нас разделяет. Пожалуйста, говорите только хорошее о других. Проявите добро и терпение к тем, кто принимает решения. Пожалуйста, один день единства и хороших теплых слов друг другу. Йонатан так гордился нашим народом. Он будет счастлив там наверху. Желаем всем полной и быстрой победы и возвращения наших заложников, за которых наш Йонатан сражался, молился и так надеялся их вернуть. Аминь. Вот знаете, вот так вот удивительная связка слов, чтобы родители могли сказать такое при таких обстоятельствах. Самый трагичный день жизни их практически. Да, да. Мне нечего добавить. Я понимаю вас. Я просто вот зачитываю, чтобы мы вот так вот... Мне нечего добавить. Вы знаете, у меня ощущение, как будто я Тору читаю. Да. Вы понимаете? Есть у вас такое, да? Да, да, да. Конечно. Как будто вот оттуда призыв звучит. Ну, вообще, это великое искупление. Это великое действие еврейского народа. Да? Да. Вот что вы сейчас имеете в виду? Который платит самым дорогим, что есть у него, и хочет, чтобы это... Послужило. Послужило вот таким великим всепрощением. И единением народа, да? Угу. Вообще, это слова откуда-то не оттуда. Это не из тела. Да. Это не из тела, правда? Это же... Да, да. Вы как-то сказали о маме этой, которая вот говорила о сыне погибшем. Вы сказали, что это сверху вложено. Вот такие слова вы верите, вы ощущаете просто, что они не человеком произносятся? Да. Да? Можно так сказать? Этот творец вкладывает в душу человека, а человек уже затем транслирует через себя слова дворца. Это не преуменьшает заслугу? Такую, скажем так, заслуга, не очень хорошее слово родителей? Нет. Нет, наоборот. Насколько они могут обнулить себя, настолько они высоки. Обнулить – это значит не обвинять никого, да? Никого. Передать просто то, что они ощущают свыше. Вот он даже там говорит, я не обвиняю ни Бога, ни руководителей, ни начальников, никого, ни народ, никого. Только дайте день единения. Да. Один день просит. Вот такое ощущение, я еще хочу сказать, что вот в этот момент вот эти родители чувствуют корень народа. Да. Да? Несомненно. Да, да. И вот это, именно вот это вот мгновение правды, это можно сказать? Это есть мгновение правды, и это для чего это все происходит. То есть это к цели этой? Да. То есть, может быть, это страшно сказать, что вот эти вот жертвы, они к тому, чтобы призывать только к этой цели? Да. Но я бы не сказал, что они жертвы. Угу. Понимаешь? Нет, да? Нет, нет. Благодаря им наш мир поднимается, очищается. Да. Скажите, что надо сделать по-вашему, чтобы вот эти ростки, эти просьбы вот упали в почву достойную этого, скажем так? Надо постоянно жить с теми словами, которые произносят люди, которые ощущают потери, эти великие потери. Вот с их чувствами необходимо жить. Вот соединиться с этими родителями, да? Мы просто станем другими и будем жить по-другому. Как? В единении. Ну вот немножко добавьте к этому слову, если можно. В единении, в любви, в прощении, в понимании, в стремлении друг к другу. Мы начнем ощущать других в своем сердце, а не через слова, которые пытаются проникнуть через барабанную перепонку. То есть через разум, да? Да.